Доброе утро! Или добрый вечер, или добрый день, или вообще привет вам, все те, кто пишет мне на сайт, задают мне вопрос о том, что такое модельный бизнес и как здесь в Нью-Йорке живут русские модели. Вы знаете, я на самом деле придумала удивительную историю. Я решила записать вам интервью с удивительной русской моделью, с которой я познакомилась совсем недавно и которая сейчас приехала в Нью-Йорк на показ Ральф Лорена. Зовут ее Катя Кокарева и она действительно настоящая русская супермодель. Я записала с ней интервью и хочу вам показать его то, что она думает о модельном бизнесе и хочу поделиться с вами теми советами, которые она в общем-то дает всем девчонкам, которые сейчас мечтают о модельной карьере, живя в Российской Федерации. Девчонки, смотрите, это специально для вас. Вопрос у меня к тебе. Ну давай. Вообще, на самом деле, я много раз встречала тебя на фотографиях, но никогда не знала, что ты есть та самая Катя Кокарева и ты русская. Мне почему-то казалось, честно говоря, что ты из Латвии или из Литвы. Не знаю почему. Очень странно, потому что у меня белый голос. Наверное, у тебя типаж такой, да, и ты знаешь, вообще проблема вся женская у вас, господи. Вся проблема модельной индустрии в России, то, что мы знаем, как вы выглядите, но мы не знаем, как вас зовут и не знаем о том, что вы русские. Да. Это самое страшное. Я думаю, это очень большая проблема, которую нужно расправлять, потому что, на самом деле, очень много работают по всему миру русские девочки, которые начинают, когда они молодые, потом они уезжают, и получается так, что легко-то возвращаются. Да. Почему не возвращаются, скажи? Ну, потому что, не знаю, как ты начинаешь работать, когда ты молодой и хочется уже как-то, не знаю, начинаешь общаться больше с иностранцами, наверное, находишься в будущем мужа. Например, у меня муж-то Ольянец, у кого-то там, у меня часто девочки здесь в Америке живут. Работа просто больше, наверное, за границей, чем у нас в России. Вообще, наверное, есть работа вот так вот, да? Работа есть, да, особенно вот именно для моделей, потому что у нас в России, к сожалению, пока еще не настолько развивает модельный бизнес именно как бизнес. На самом деле, нужно развивать, потому что очень много красивых у нас девушек, как мы все знаем. В России богата просто красавицами. Но, к сожалению, пока-пока еще это очень низком уровне. Ну, не знаю, что-то нужно делать, перебораться. Катюш, как у тебя началась модельная карьера? Сколько тебе было лет? У меня модельная карьера началась в 98-м году. Так. Тебе уже можно говорить об этом, ты дизайнер, поэтому уже... Да, было 15-15 лет назад. И что? Что первое? Мама послала куда-то твои фотографии? Очень все было как-то так спокойно. Ничего такого, особенно таких вот историй, как все привыкли. У меня на улицу остановили, там меня потом привели, там кто-то меня заметил. Ничего такого не было. Я очень как постепенно шла к модельному бизнесу. Меня привела моя лучшая подруга. Услышала... Все-таки лучшая подруга. Да, лучшая подруга помогла. Услышала меня по радио, в агентстве Red Stars. Если не значит, то есть... Конечно, Татьяна Кольцова вообще легенда. Да, Татьяна была моим таким, как сказать, буратором. Она мне всегда заботилась и вела по жизни. И в 14-м году я начала работать. Сначала в Москве, два года я еще училась в школе. И у меня очень хорошо пошла работа в... Я снималась там, я немножко знала «Она». В то время это был такой очень известный канал. Какие-то были мы делали какие-то презентации, шоу. Неделя высокая модность в Москве. Элит-мод и лук был в 97-м году. И потом, как так, тихонько-поземога я уехала в Токио. Первая, главная первая поезда. То есть, своя модель на карьеру сейчас в Токио? В Токио. В Японию? В Японию. Очень далеко. Очень... Страшно? Не знаю, что ожидать. Тем более, естественно, ни языка, ни английского, ни японского, тем более. Мне еще очень маленькая такая девочка, все, хочется посмотреть мир и все. Родители, конечно, очень переживали, но мы там сделали специальный план действий. Кто там там звонит, когда, чтобы там всегда была на связи. Ну и полетела. Сколько ты провела в Японию времени? Первый раз в два месяца. Потом я прилетела обратно, я сразу же подписала контракт с Шанель. Вау! То есть, твоя модельная карьера началась с Японии, из контракта с брендом Шанель. С брендом Шанель, который... Здравствуйте, супермодель Катя Кокрио. Ну, а тот момент только был с самого начала, я еще, конечно, не понимала, насколько это важно для меня. Для меня это просто было... Конечно, я знала в Токио Шанель. Конечно. Но не знала, сколько это все было серьезно. Мама, наверное, должна была пищать от восторга. Да, но мама нас так перепугалась. Потому что я стала ездить все больше, больше, больше. И, конечно, когда только с самого начала ты еще не знаешь, что ждать от этого. Карьера ли это будет вообще, или работа, или все это просто несерьезно. И мама волновалась, конечно, еще от того, чтобы я чем-то занималась и училась. Так. Но работа занималась все больше времени, и как-то нужно было уезжать. Английский пришел постепенно? Постепенно, да. Я специально не учила как-то. Я, конечно, занималась в школе, сама знаешь, там ABC, там Thank you, спасибо тебе. My name is Katia. Да, я про мрач, я думаю, да, и все нормально. Нет, постепенно сама, потому что общаешься. Я уже стала в Японии учить и японский, и английский, и что-то такое можно хоть как-то общаться. Но я выезжала на том, что вот именно, почему меня запоминали клиенты, почему я всем нравилась. Потому что я сюда прибегала такая вся, улыбалась, счастливая, прыгала там всем. Мне нравилась вообще моя работа, мне нравилось то, что я делала. И это, конечно, мне очень помогло. Все языком потом, да, постепенно английский уже пришел, конечно, потому что все на английском разговаривают. Без английского в модельном бизнесе ты никто. К сожалению, да, очень сложно. Русский, конечно, язык прекрасный. Да, русский. Сейчас тебе начнут русский даже учить очень много потоков, кто знает так. Спасибо, привет. Такие базовые слова все знают. Ну, наверное, это потому, что очень много русских супермоделей работают здесь, да? Да. Сейчас ты приехала в Нью-Йорк для чего? Сейчас я работаю уже с моим Джеймс Милет, у меня контракт с Ральфом, с Маркой Ральфом. То есть ты лично знаешь самого господина Ральфа Лорена? Да, да, да. Да! Вот. Состоит моя работа в том, что мы примеряемся, потому что шоу-показ Ральф Лорен в 4 век, через 3 дня. И 3 дня дайте, 4 дня дайте мы меряем на мне, еще там некоторые девочки, просто 2-3 девочки проработаем. Мерят непосредственно уже одежду для коллекции. И мистер Лорен уже выбирает аксессуары, то есть ну что там, с чем такие куфли одеть, с такой сумкой, смотрит на образ полностью. То есть благодаря нам возникает уже образы для коллекции, для показов, для того, чтобы показано непосредственно на шоу для красоты. То есть ты модель Ральфа Лорена? Да. На протяжении последних 7 лет, я должна это повторить еще раз, потому что безумное количество... Даже 8, не знаю сколько сезонов, это уже практически 14 сезонов. 14 сезонов. Ты работаешь на Нью-Йорк Фэшн Вик, ты работаешь с господином Ральфом Лореном, ты встречаешься с ним утром, говоришь ему «Доброе утро», а вечером говоришь «Хороший вам ночью». Да, вечером даже ночью, потому что это очень долгие часы работы. Вообще процесс фитинга, он тяжелый? Тяжело и интересно, потому что им всегда нравилось именно смотреть на то, как происходит, как делаются вещи, вот именно начиная с материала, с какой-то там, с фабрики, с паттернс. То есть, ну как бы, смысл-моделистик, это именно интересный процесс всего этого. Поэтому я всегда участвую полностью во всем. Мистер Лоренц всегда спрашивает советы у моделей, что немаловажно. Иногда получается так, что мы стоим, и он нас спрашивает, ну что вы, девочки, об этом поводу думаете? И вот скажи, как отвечать-то? Да, и такой затишник, потому что там всегда, естественно, политика тоже своя, какую-то вещь показать больше, чтобы ему понравилось, а какую-то нет. И все стоят такие, думают, что же модель ответит. То есть, очень важна, на самом деле, профессия модели в момент примерки. Конечно, то есть, нужно быть не только там, быть красивой, или как-то нужно, естественно, уметь говорить и преднести себя, и уметь общаться с вами, с которыми ты работаешь. Потому что ты вся работаешь как команда. То есть, это не только я, там, модель, а кто-то делает, там, не знаю, швея, да? То есть, мы работаем вместе, коллекция, которую потом... Это командная история. Модельный бизнес – это команда? Конечно, конечно, всегда команда. Ты не можешь просто прийти в студию, и даже не им показ, а даже в студии, когда работаешь на какой-то съемке, всегда нужно иметь, работать как команда, как одно целое. То есть, недостаточно быть просто красивой 15-летней русской девочкой, приехать в Нью-Йорк и сказать, «Здрасте, я звезда». Нет, ну, можно, нет. Даже звезда, конечно, нет. Ты можешь быть звездой на один сезон, если у тебя нету достаточно, как-то сказать, брейнс. Да. То есть, ты не можешь себя так поднести, и недостаточно умная, не знаю, может быть, а каракт, ты можешь себя как-то вместе поднести, это самое главное. Катюш, ну вот смотри, ты настоящая супермодель. У тебя контракт с Шанель, Япония, Ральф Флорен на протяжении 8 лет. У меня снова был их контакт. Рассказывай, рассказывай, я же знаю, я же все читала в интернете, рассказывай. Что еще было? Очень интересно запомнить, конечно, Дольче Габан. Я с ними работала. 5 лет. 5 лет. У меня был с ним контракт 3 года, 2 года я работала с ними, просто они, там, приезжала, уезжала в Милане. Потому что я сама живу в Италии, в Милане, что для меня было немаловажно, потому что здесь очень хорошо, когда у тебя есть работа, когда у тебя есть в твоем городе, что не нужно наконец-то никуда ездить. И когда город хороший, да? Ну да, когда город хороший тоже неплохо. Вот, это была Дольче Габан. Естественно, опять же, с Аспектом из Доменика, очень тоже такие интересные ребята, которые запомнились. Что было еще важного? Ну, Райф Лорен, Дольче Габан, и наши показы делали все. Валентина очень запомнилась, потому что... Чем запомнилась Валентина? Женственностью и чем? Валентина запомнился именно сам. Он занялся тем, что он никогда никого не слушал, он делает то, что ему нравится, что он хочет. И это всегда получается настолько жесть, настолько красиво, настолько, как сказать, классика, настоящая классика. И я помню показ, когда он уже уходил из своего дома, и исправляли мы его в 45-ти, по-моему, лете именно проекта Валентина. Был показ очень просто фантастический в Риме, когда он собрал всех моделей. Там приехали, по-моему, порядка 50 моделей у нас. Очень красивый показ, подиум, длину там 150 метров, в пятидёжных под руках. И все первые, смотришь на первые ряды, там сидят Карла Герфельд, Сидану Уинтер, сидит, ну, не знаю, весь просто свет нашего мира. Это, конечно, было потрясающе. А это страшно, скажи, идти и видеть, что Карла Герфельд сам лично на протяжении просто вытянутой руки смотрит тебе в глаза и рассматривает то, какая ты? Ну, конечно, не только Карла Герфельд, я тоже с ним работаю сейчас для Фэнди. Нет, вот именно сам показ, я всегда волнуюсь, потому что все спрашивают, что ты волнуешься перед показом, когда уже после 15 лет этим занимаешься. Я всегда волнуюсь, на зависит от того, какой ты показ большой, такой вот дизайнер или маленький, я все равно волнуюсь перед выходом, ты думаешь, там, все ли нормально, все ли там, у Луки у меня сломается, не сломается. Что-то у меня там, часто бывает так, что у тебя просто падает платье, у тебя там все виды, ты стоишь, знаешь, что делать. Но ты справляешься, улыбаешься, идешь дальше, все тебе покроют. И интересно, но волнуешься всегда. Скажи, ну вот смотри, совершенно логично, что в конечном итоге сейчас ты пришла к тому, что ты стала дизайнером, у тебя своя марка одежды, ты выпускаешь, в общем-то, свой бренд, потому что с 14 лет ты, в общем-то, находишься в круге, где люди шьют, где люди обсуждают одежду. Конечно, я больше ничего другого не знаю, я как бы училась, вот именно я выросла на том, моя школа, это была школа вот этого именно фэшн мира, который дал мне все то, что я сейчас имею, и благодаря этому, как бы у меня, весь мой опыт, я обрела только вот в... Расскажи о своем бренде. Мой бренд называется Кока Тиш, сейчас ему уже год, я стала выпускать, первая линия была обращена год назад, она была презентирована на Миланской фэшн-бейк, и все очень идет у нас успешно пока. Что это, этот топик я видела, да? Да, выпускай, и пока я отвечу только на топ, потому что, как мне кажется, чтобы иметь какой-то стиль, мне не так важно покупать какую-то очень дорогую, безумную одежду, с какого-то там безумно дорогого дизайнера, бренда и так далее. Достаточно просто как-то выглядеть, не знаю, можно миксировать как-то юбку с красивым топом, с джинсами, с луками, потому что сейчас женщина настолько... И вообще, для того, чтобы подписать контракт сразу с Шанель, можно одеть топик от Кокотиш, в общем-то, и успех уже гарантирован, правильно? Ну да, можно и так. Мне, конечно, нужно, чтобы вы так думали. Можно просто иметь свой стиль, ничего не бояться и, не знаю, одевать все, что ты хочешь, но, конечно, не слишком too much. Скажи мне, я думаю, что сейчас это интервью будут смотреть тысячи моделей 15-летних в Российской Федерации, которые хотят повторить твою карьеру. Что ты посоветуешь девочкам, которые ничего не знают о модельном бизнесе? В Российской Федерации модельного бизнеса нет, невозможно заработать денег. Что ты посоветуешь девчонкам, живущим не в Москве и в Петербурге, вот тем, которые действительно далеко, но очень хотят быть моделями? Я думаю, нужно, во-первых, ничего не бояться. Если вы хотите этого добиться, то вы пытаетесь, пробуйте, пробуйте, пробуйте. Сейчас интернет – это самое главное, что у нас есть, и слава богу, у нас не будет интернет, потому что интернет объединяет нас всех, независимо от того, где ты живешь. В Москве, в Петербурге, в Нью-Йорке, в каком-то маленьком городе, в глубинке России нашей, просто через интернет общайтесь, собирайтесь. Тебя можно найти в интернете? Да. В гугле, не знаю, если на русском языке есть, но если вы напишите Катя Коколева, именно Катя Коколева, не Екатерина, но Катя Коколева, потому что я знаю про Катю. То высвечивается порядка, не знаю, даже сейчас уже сколько пейджис, страничек, но где-то много. То есть, ты есть в социальной сети, тебе можно задать вопрос. В социальной сети вы мне можете написать, у меня есть на Facebook мой профайл, то есть, вы можете написать, у меня есть мой персональный e-mail, то есть, я буду удовольствием отречивать некоторые вопросы, дам какие-то советы. Но объединяйте, сделайте группы, объединяйтесь, общайтесь друг с другом, потому что самое главное – помогать идти по жизни вместе, помогать друг другу. Даже, может, кто-то услышал, там, ой, у нас какой-то кассинг, в каком-то агентстве, пойдем вместе, пойдем. Потому что когда ты один, это очень страшно. Будем, чтобы тебе был кто-нибудь рядом всегда с тобой, или какая-то лучшая подруга, или семья, или, не знаю, даже там, парень, чтобы кто-нибудь с тобой был рядом. Потому что одной справляться очень страшно, но возможно.